Всем привет! Данный видеообзор записан специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru На обзоре небольшой воблерок от фирмы Tackle House, называется Elfin Shrimp. Данный воблерок в размере 45 мм, плавучесть на сайте указана как тонущая, но у меня воблерок оказался суспендер. И сглубление указывает производитель от 1,5 до 2 метров. Вес данного воблера 3,4 грамма. По внешнему виду данный воблерок, ну и как понятно в принципе из названия, имитирует небольшую креветку и изначально создавался для морской ловли, для тех хищников, которые привыкли в своем рационе видеть небольших креветчик. Но в нашем случае мы будем представлять, что это просто небольшая миножка, которая в принципе напоминает маленькую рыбешку. Но похоже все же для рыболова она конечно же на креветку. И получается глаза данного воблера у нас находятся в задней части, имеется сегментированное тело и лопатка выходит как бы из хвоста. Ну и получается, что при проводке имитирует движение креветки, которое движется спиной вперед. Ну или в нашем случае можно подумать, что это небольшой такой рачок. Но по сути это не так важно, так как в принципе важна игра данной приманки. Данный воблерок очень классно работает на равномерке, для которой в принципе я рекомендую по большей части использовать данный воблер, имеет такую высокочастотную кренковую игру. И благодаря встроенной внутри светоотражающей пластине, очень классно данный воблерок создает блики. Тем самым помимо своей игры, этими бриками также привлекает рыбу. Но это у меня такая расцветка. Не во всех расцветках есть эта светоотражающая пластина. Вообще на сайте вы можете выбрать из 12 вариантов. Там есть как и полупрозрачные расцветки на подобии моей, так и полностью закрашенные воблера разных ярких тонов, которые кстати подойдут и для ловли форели. Есть розовые, желтые, коричневые, такие интересные форелевые расцветочки. Ну и естественно данный воблер отлично подойдет для ловли лососевых видов рыб. Но в своих условиях. Я неплохо ловлю на него голавлика. Окуня также в прилове имеются небольшие щучки. Ну и думаю можно использовать для ночной ловли на судака на медленной проводке, так как игра у него очень даже классная на простой равномерной проводочке. Оснащен данный воблерок двумя небольшими крючочками из светлой проволоки. Крючки маленькие и очень острые. Крепятся они через заводные колечки, тоже небольшие. Заводные кольца, очень качественные петли на данном воблерке. Неплохо так пролиты. Лопатка у данного воблерка очень такая толстая, плотная и долго будет сохраняться на вашем воблерке. Разбить ее будет очень даже тяжело при касании одно. Здесь все сделано в этом плане очень основательно. Интересный воблерок. Стоит конечно довольно таки немалых денег, но это Япония. Здесь очень так все сделано качественно. Воблер имеет высокочастотный звук, довольно таки слышимый. Но в моих условиях я так понял, что он этот звук явно рыбу не отпугивает, а даже наоборот очень классно ее привлекает. Для коллекции очень приятно держать данную приманку в руках. Интересная такая. Одну креветочку, я думаю, в коробочку в головлевую или жереховую положить можно. Летит в принципе неплохо. В воздухе его никак не вертухает. Летит прямо, ровно и на свою дистанцию. При весе 3,4 грамма улетает довольно таки неплохо. Вот такой вот воблерок. Примите к сведению. Tackle House Elfin Shrimp. Ну а на этом мой обзор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. Пока.